Травмоопасная дорога. Езжу в день по несколько раз. Дорога очень плохая. Участник эстафеты повредил ногу во время забега. Чтобы она просто не умерла. Это, честно, бабушка. Вся опасность коронавируса. В дальнейшем это всё перерастает в инсульты и инфаркты. Молодёжи показали красную зону ковид-госпиталя. Такого, в принципе, больше нет нигде. Уникальные возможности. Очень важно, чтобы наши местные товаропроизводители участвовали в этом процессе. Предприниматели Нижнекамска научили торговать в интернете. Эти звуки слышно издалека. Поняла, что вот это моё, наверное, всё. В Нижнекамске состоялось открытие мотосезона. На телеканале НТР 24 время новостей. В студии Алмас Кашаев. Здравствуйте. Участие в эстафете обернулось травмой. Мальчик повредил ногу, пробегая по внутренней части проспекта химиков. Ребёнок споткнулся, вся дорога там в ямах и колдобинах. Этот участок уже давно требует ремонта. Будет ли он, расскажут наши корреспонденты. Дыра на всём протяжении, отколотые куски асфальта. Так уже много лет выглядит внутренняя дорога на проспекте химиков. Внутренняя дорога просто отвратительная. Уже ни одно колесо я поменяла, пробивается постоянно. Я устала уже тратить деньги на восстановление своей машины. Я здесь езжу в день по несколько раз. Дорога очень плохая, очень плохая. Если есть возможность, я вот там оставляю машину на той стороне дороги. И хожу за сыном, перехожу дорогу. Но страдают от плохой дороги не только автолюбители. Недавно тут получил травму пешеход. Мальчик принимал участие в лёгкоатлетической эстафете. Дистанция в 5,5 километров начиналась от монумента Победы и пролегала через эту дорогу до Кольца Новохитова. Добежать до финиша ребёнок не смог. Оступился из одной из ям и получил травму ноги. Пришлось даже вызывать скорую. Это раз дорога. Вот там в отбор не заедешь. Здесь это сам. Вся машина уже гремит. Практически это не дорога. Это издевательство. Вся подвеска убивается, если честно. Очень плохая дорога. И смотрю, не делать вообще. Уже несколько лет. Водители постоянно повреждают тут автомобили. Оставляют колёса и бамперы. Уже не раз нижнекамцы сами пытались чинить дорогу битыми кирпичами. Но это даёт только временный эффект. Люди ждут настоящий ремонт. И как нам сообщили в администрации Нижнекамска, он будет уже скоро. Привести полотно в порядок должны до 1 сентября этого года. Альбина Валеева, Светлана Шумкова, Фахри Исламов. Новости НТР. Большая часть Нижнекамска на время останется без горячей воды. Каждый год по завершении отопительного сезона и перед его началом водопроводные сети проходят опрессовку, проверку на наличие протечек. Появится горячая вода ориентировочно 26 мая. Пока не планируется отключение в начале улицы Студенческой на чётной стороне, на Гагарина, 55 октября, Бакюрманча, а также полностью на проспекте Мира. В улицах Сюембике, Чулман, Чешмале, Табеева и Гайнулина. Второй этап опрессовки намечен на 12 июля. Нижнекамские усилят меры безопасности в учебных заведениях. Организовано 19 патрулей, состоящих из сотрудников правоохранительных органов. Они будут охранять территории всех школ до конца учебного года. Кроме того, во время учебного процесса двери в образовательные учреждения будут закрыты. Такие меры призваны исключить возможность проникновения посторонних лиц в школы и на прилегающие территории. Об этом на деловом понедельнике, который прошёл в онлайн-режиме, рассказал начальник управления образования Нижнекамского района Рамиль Генеатуля. Обеспечение безопасности детей является одним из наших правительств. Поэтому, уважаемые родители, я прошу вас отнестись к пониманию предпринимаемых мер, поскольку и для вас, и для нас нет ничего важнее, чем здоровье и жизнь наших детей. Языки пламени и клубы чёрного дыма. Такую картину наблюдали покупатели и продавцы одного из торговых центров. На улице загорелась мусорка. По всей видимости, причиной стало неосторожное обращение с огнём. Там рядом часто курят. Поглядеть на обушующее пламя собрались десятки зевак. Пока одни снимали, работники торгового центра растянули шланг с водой. С огнём им удалось справиться без помощи пожарных. Если у вас есть новости, важная или интересная информация, ждём ваших звонков на номер 40 07 70. Напишите нам через сайт ntr-defis24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. Увидели своими глазами, к чему может привести ковид-19. Представители Нижнекамской молодёжи получили возможность попасть в красную зону госпиталя. Девушки пообщались с больными, с врачами. Узнали, насколько тяжело протекает болезнь. Облачившись в защитный костюм, девушки проходят в красную зону. У больше половины пациентов заболевание оценивается как средней степени тяжести. А есть и те, кто самостоятельно не могут дышать. Они находятся в реанимации. Сейчас мы увидели женщину, которая уже готовится на выписку сегодня. И у которой большое количество гематом от всех введённых, видимо, препаратов и так далее. Айгуля у неё спросила, будет ли делать прививку. Она сказала, да, обязательно. Девушки провели в госпитале минут 30. Впечатлений от увиденного им теперь хватит надолго. Одну бабушку мы видели, которая была отключена, грубо говоря, в коме. Введена в коме. И ей искусственно раздувают вот эти лёгкие, чтобы у неё сердце билось, было кислородное голодание, чтобы она просто не умерла. Это, честно, бабушка. Айгуль Аитова не так давно сдавала тест на антитела. Ничего не обнаружили. А буквально через неделю девушка заболела. Пропало обоняние, вкус. Родители тоже болели. Поражение лёгких было 16-18%. Увидев, как тяжело люди переносят ковид и чем чревато заболевание, Айгуль не сомневается, прививку надо делать. У нас есть два варианта. Рискнуть, переболеть, испытать свой организм. И второй вариант – это сделать прививку. Может быть, на несколько дней почувствовать себя не очень хорошо, как это, да, там, поднять температуру. И вот эти два варианта только. Алия Аминулина ещё недавно была противником прививок. Считала, молодой организм всё поборет. Но, увидев, что в госпитале тяжело болеют и её сверстники, девушка поменяла мнение. Даже если мы перенесём эту болезнь на ногах, то есть, ну, будем где-то, мы не знали, что есть у нас ковид, где-то мы знали, ну, как-то и сами лечились, то есть в дальнейшем это всё перерастает в инсульты и инфаркты. Большинство молодых людей не придают значения прививкам. Ковида не боятся и уверены, что заболев легко перенесут болезнь. За весь период в госпитале прошли лечение около 7 тысяч пациентов. И это не только пожилые люди, не малые молодёжи. Ну, даже по тем заполняемости тех коробок, которые вы видите, мы можем по ним проследить наши подъёмы заболевания, да, те самые волны. Вот такой объём больных, который прошёл через коронавирусный госпиталь, он соответствует тому количеству, которое в обычном отделении проходит на улице. За 5-6 лет. Делать прививку или нет, решать только вам. Хорошо, если вам повезло, и вы не заболели, и совсем другое дело, когда болезнь протекает тяжело. А ещё хуже, когда болеют родные. Сегодня в госпитале лечится 61 пациент. Состояние 39 из них оценивается как средней степени тяжести. 5 человек в реанимации. Светлана Шумкова, Фахри Исламов, Новости НТР. Как эффективно организовать торговлю в интернете? Маркетплейсы набирают бешеную популярность. В период ковидных ограничений интернет-магазины показали рекордный рост. Предприниматели сейчас всеми силами стараются занять нишу электронной коммерции. Нижнекамский бизнес тоже идёт в этом направлении. Сегодня состоялся семинар, на котором всем слушателям поэтапно рассказали, как начать своё дело в интернете. Юлиана Гордон рассказывает о том, что сама изучила достаточно хорошо. Торговля на маркетплейсах. Сейчас этот вид коммерции набирает большую популярность. Интернет-продажи требуют минимум затрат от продавца и очень удобный покупателям. Такие темпы роста, которые есть там, это минимально 25%. Год от года в России последние 15 лет он не снижался. Такого, в принципе, больше нет нигде. А сейчас локдаун добавил просто ещё, увеличил в 2-3 раза этот рост. Для предпринимателей такой семинар стал хорошей возможностью выйти на новый уровень. Кто-то даже задумался о новых направлениях деятельности. Ренат занимается предоставлением юридических услуг, но не исключает для себя возможность начать торговлю товарами. В сегодняшней, нынешней ситуации на данный момент, я думаю, что это очень актуально, будет востребовано и, соответственно, окажет большое влияние на развитие вообще, в общем, бизнеса. Люди многие приучились уже работать, так скажем, приобретать товары в онлайне. Эта доля, она растёт. И нам очень важно, чтобы наши местные товаропроизводители участвовали в этом процессе и обучились это делать. У нас задача 170 компаний должны стать подсказчиками в течение 2021 года. Сейчас только 20 нижнекамских компаний работают через интернет. Всех, кто желает предложить свою продукцию на маркетплейсах, готов поддержать Центр электронной торговли Татарстана и Центр по поддержке и развитию предпринимательства Нижнекамска. Там нас заверили, что это не разовый семинар, подобные ещё будут проходить. Смотрите наши новости в социальных сетях. В группе НТР ВКонтакте в 19.00 начинается прямая трансляция. Попасть на одну из наших страничек можно через QR-код, который сейчас виден на ваших экранах. Ещё больше новостей на сайте ntrdefis24.ru. Там можно смотреть наш канал круглосуточно. Нижнекамский Сабантуй пройдёт 12 июня. В этом году массовые мероприятия решили не отменять. В сельских поселениях Нижнекамского района праздник плуга состоится 13 июня. Об этом на деловом понедельнике сообщил Айдар Мершин. Нашему городу также поручена важная задача – организовать федеральный Сабантуй в Нижневартовске 18 и 19 июня. В этом году в обычном формате пройдёт и школьный выпускной. Последний звонок прозвенит 22 мая и 25 июня пройдёт выпускной. Со школой попрощается почти 4000 учеников 9 и 11 классов. Их время только начинается. Любители скорости и свободы открыли мотосезон. То, к чему каждый из участников готовился весь год. Навстречу в Нижнеканск приехали мотолюбители Казани, набережных Челнов, Елабоги и других городов. Кульминацией сбора стал традиционный проезд колонны мотоциклов по улицам города. Классические спортивные туреры для дальних расстояний и чоперы для неспешной езды по городу. Здесь собрались ценители разные техники. Их объединяет одно – любовь к этому двухколёсному виду транспорта. Екатерина занимается мотоспортом 13 лет. На своём байке девушка любит путешествовать за пределами Татарстана. Например, в Питер, Сочи и Крым. У меня Сузуки-интрудер, 800 кубиков. Мощности у него не так много, скажем, 56 лошадиных сил. Но для него хватает, то есть 170 километров, например, в час ехать вообще можно спокойно. Просто в какой-то момент поняла, что вот это моё, наверное, всё. Но я этим живу. То есть я не просто там выкатилась по городу. Я путешествовала на мотоцикле и в Сочи, и в Питер путешествовала. И в Крым. Ну то есть я этим живу, и рок люблю, и вот этот всё стиль, и мотофестиваль, это как бы всё моё. Ежегодные любители скорости с нетерпением ждут, когда наступит лето, чтобы выкатить из гаражей свои байки, собраться вместе и открыть новый мотосезон. Погода выдалась очень хорошая. Приехало очень много друзей. Приехала Казань, приехали, в принципе, все ближайшие города. Это Чулны, Альметьевск, Заянск, Лениногорск, ну и так далее. То есть всех, в принципе, даже многие люди, которых просто не знают. Они встречаются, чтобы пообщаться, показать свои и посмотреть на чужие байки, обменяться опытом или сообразить новые приключения на большие расстояния. Для многих езда на мотоцикле – это бесшапашное и даже опасное развлечение. Но эти парни и девушки с нетерпением ждут летнего сезона, чтобы насладиться скоростью и встречным ветром. По традиции байкеры выстраиваются в колонну, чтобы дружно прокатиться по городским улицам, а затем выехать на трассу. Такое зрелище с десятками ревущих мотоциклов никого не оставляет равнодушными. Светлана Шумкова, Фахри Исламов, Новости НТР. А вот их стихия – это небо. 40 человек приняли участие в запусках самолетов. В Нижнекамске прошли соревнования по авиамодельному спорту. Проводят их уже 40 лет подряд. Сделано больше всего из дерева, при помощи которого выполняет вот эта пленка свою работу поднятия самолета. Настроить геометрию крыла и выстроить аэродинамику в свои 12 Назар все это умеет. Хотя небом увлечен только год. За это время он стал победителем городских соревнований по авиамоделированию. На этих надеется пополнить копилку наград. На второе место надеюсь хотя бы. Соревнования по авиамодельному спорту проходят в Нижнекамске уже в 40-й раз. Они всегда выходят за пределы только нашего города. Вот и в этот раз в них приняли участие конкурсанты из Заинска и Альметьевска. Возрастных ограничений не было. Ветелетная погода сегодня? Отличная погода. Просто бывает порыв, а так подождать немножко. И можно лететь спокойно. Ну как оценили свой полет? Ну слабовато пока. Соревнования проходят очень интересно. Очень завораживающе. То есть они так далеко и летают. Все планеры участники построили сами. Это одно из главных условий состязания. Почти все модели похожи, но внешний вид здесь не важен. Главное полет. Задача как можно дольше удержать свои творения в воздухе. Запускают три раза. В течение трех часов. То есть три тура. Максимальная фиксация времени – одна минута. То есть больше не отслеживается время. А меньше – это уже меньше результат. И с наибольшим результатом за три тура, значит, появляется победитель. Все победители получили кубки и медали. Среди награжденных был и Назар. Его планер показал хороший результат. Анастасия Шакирова, Балат Абдульманов. Новости НТР. И в завершении выпуска напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 с помощью сайта ntrdefiz24.ru или через мессенджер WhatsApp по номеру 8 917 93 73 077. Далее вас ждет прогноз погоды. До свидания. Во вторник, 18 мая, в Нижнекамске ясная погода. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Ветер с северной до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В среду погода останется без существенных изменений. Ветер с северной до 3 метров в секунду.